Валв обеими руками ухватились за игроков и продолжает методично выпускать релиз за релизом. В этом сумбуре затерялась красавица Вэй, которой мы успели уделить внимание, но всё-таки этого было недостаточно для раскрытия новой личности. Почти каждый день вы писали мне об ученице антимага и, прямо скажем, требовали продолжения банкета. Что ж, ваш голос был услышан, посему я предлагаю устроить двухдневный марафон, который в полной мере расскажет о связях Вэй с другими героями Битвы Древних. Насколько вы помните, новых реплик очень много, поэтому поделим наш рассказ на две части, то есть сегодня и заключительное видео завтра. Друзья, если вам понравилась такая инициатива, то просто прожмите лайк и поддержите эти ролики своей активностью. Как обычно, будем вытаскивать реплики из персоны и пояснять каждую конкретную ситуацию. В некоторых местах у Вэй есть однозначно мнение касаемо персонажей, а вот с другими совсем непростые отношения, за которыми будет интересно понаблюдать. Для начала, чтобы не было ни у кого никаких сомнений и вопросов, Вэй однозначно вступила в организацию Тайлер Эстейт. Она ещё совсем юная, но сила воли и настойчивость позволили ей вступить в ряды охотников за магами. И как повествует комикс, она уже получила свою первую миссию в этой группировке. Вэй отправилась на поиски беглецов в городе Плачущая Роза. Напарником самого антимага в поместье Тайлер является Саленсер. Обычно они работают вместе на самых различных заданиях по устранению безумных волшебников. Но если на полях древних, к примеру, Сала на стороне Сил Тьмы, а Вэй выступает на стороне Сил Света, то образуется такая реплика к своему ближайшему соратнику. А если они оба оказываются по одну сторону реки, то озвучивается вполне закономерная реплика. Далее, раскрываем связи между героями. И, пожалуй, начнём по алфавиту. С Абадона. В последнее время разворачивается настоящая сага вокруг Тумана Аверна. Многие герои хотели бы заполучить эту силу, другие же стараются её избегать, как, например, сама Вэй. Зловещий Туман – это главная отличительная особенность клана Аверна. Этой силой нельзя воспользоваться лишь наполовину. Если вы принимаете её объятия, то готовьтесь к серьёзным последствиям. Полное поглощение всего тела – это одно из её проклятий. Подобный побочный эффект останавливает многих героев битвы древних. Но даже такая метаморфоза не смущает другую решительную часть. Например, Траксос. Нам прекрасно известно о намерениях Дроу-Рейнджер. Она предложила Абадону поделиться купелью Аверна. Но хозяин дома отказал даме в этой нескромной просьбе. С таким решением тёмного рыцаря Траксос, конечно же, не смирилась. Она собирается украсть и заполучить Туман единолично, если в честной сделке этого не удалось добиться. Ещё одна реплика, которая снова поднимает интересную тему. Существует теория, которая смотрит на взаимоотношения богини Луны со своими жрицами совсем с другой стороны. И, честно говоря, я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Селемене обманом захватила доверие Мираны и Луны. Наши героини уже много лет не контролируют свою собственную волю. Божество манипулирует ими и старается подтасовывать истинные чувства двух девушек. Опять-таки, не зря ведь другой влиятельный бог Марс передаёт Селемине открытые угрозы через её послушниц. Возможно, тем самым пытаясь освободить Мирану и Луну. Пожалуй, для полноты картины стоит привести и следующую реплику. Godkiller has a nice ring to it. Далее. Даже юная Вэй винит Арквардена в происходящем бардаке на земной поверхности. Насколько вы знаете, Зедд – это третий осколок Эншентов. Он старался удержать своих братьев в так называемой тюрьме. И ему удалось это сделать в первый раз. Но во второй оба древних вырвались. При всём этом, другие герои битвы древних продолжают винить Арквардена в его некомпетентности. И лишний раз подчёркивают данный аспект. Когда мы разбирали фразочки Аркана Королевы Боли, то подметили интересный факт, касательно её любовных предпочтений. Тем более, что в списке фаворитов был молодой и горячий антимаг. Посмотрим, как с этой ситуацией справится Вэй. Думаю, что объяснений не требуется. Однако, если в этот диалог добавить Зевса, то ситуация действительно становится напряжённой. Ведь, как всем известно, он много десятилетий бегал тайком к смертным женщинам. За что жена богиня изгнала супруга на земную поверхность. Давайте послушаем. Двигаемся дальше. И развиваем любовные предпочтения персоны. Натыкаемся на самого знаменитого любовника вселенной Доты 2. Пангольера. Ниванские франты – это очень интересная организация, в которой состоит и Донта Панлин. Они совершенно свободны от законов и живут так, как считают нужным. Подобные истории потрясает Вэй, потому что она всю сознательную жизнь провела за тренировками и редко покидала высокогорный монастырь. Из вышесказанного вытекает и следующая реплика. Персона только начинает познавать и знакомиться с открытым миром. И некоторые такие, казалось бы, простые вещи, как печенье, ей в новинку. Раз уж мы затронули связи с Беатрикс, то не станем её сразу отпускать. И озвучим такую фразу. Дело в том, что из-за своего преклонного возраста Снефайр заранее ищет нового хозяина для Мортимера. Пока пожилой Кингфолк жива, её любимая драконья жаба будет с ней. Справедливо отметим, что вряд ли когда-нибудь Мортимер покинет Беатрикс. Просто потому, что ещё ни один герой Доты 2 не умирал от естественной смерти. Далее. Затронем крайне любопытную сюжетную линию, связанную с Трэздин. Сказать, что Голландий противоречив, значит не сказать ничего. Одна часть считает его настоящим спасителем государства, другая же безжалостным тираном. Императора покрывают пылающие бычьи рога. Они символизируют кровожадную повестку всего Бронзового Легиона. И длинный красный плащ специально подчёркивает жестокую натуру правителя. Но, как мы знаем, сегодня столица раздольной империи пала. И даже приказы Голландия не спасли его государство. Её уничтожил герой Андерлорд со своей армией бездны из подземного мира. При всём этом ключевые персонажи остались живыми, начиная с того же Голландия, заканчивая мятежником Риксом. Далее. Реплики Вэй, адресованные к Рубику, только открывают перспективы Аганима как будущего героя Доты 2. Мы прекрасно понимаем, что между отцом и сыном присутствует разногласие. Волшебник долгие годы скитался по другому измерению и воплощал свои личные цели, в то время как Рубик пытался его отыскать. Даже другие герои твердили последнему, что великий волшебник давно умер, и даже сомневались в его тесных связях с Аганимом. Мы надеемся на полноценную историю отца и сына. Мне кажется, что эта сюжетная линия будет всем интересна. Сёстры Вуали не менее тайная организация, чем остальные. Они всегда выполняют заказы в хаотичном порядке, начиная с обычной слежки, заканчивая убийством жестоких правителей. Но всё-таки есть одна интересная закономерность. Это некий список имён. Если кто-нибудь из посторонних увидит засекреченный список обладателя, то её непременно выгонит из сестёр. Или того хуже. В некотором смысле это своеобразный кодекс, которому стоит подчиняться беспрекословно, и обсуждение имён не выносится на широкую публику. Это неплохое деловое предложение Клоку. Тем не менее, персона сильно удивилась, когда увидела Кин Фолка без его брони. Это ещё одна большая загадка героя. Какому клану он принадлежит, и какой настоящий цвет кожи. Наверняка вам будет интересно узнать, как Вэй относится к такому предмету, как Блинк Даггер. Девушка справедливо возмущается наличию такого предмета в магазине. Давайте послушаем большой монолог, как ученица жалуется своему наставнику на ненавистный ей Блинк Даггер. Блинк Даггер. Ну и напоследок хотелось бы поговорить про те красноречивые фразочки от Вэй. В них нет сакрального смысла. Очевидно, с какой целью они были добавлены. И на сегодня это, пожалуй, всё. Обязательно прожимайте лайки, если хотите вторую часть о связях Вэй между героями Доты. Друзья, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы смотреть свежее видео самым первым. Впереди много контента, и лучше ничего не пропускать. Совсем скоро увидимся, друзья. До новых встреч.